Согласно новым нормам, в городах появились дорожные знаки уменьшенных размеров. В соответствии с новыми нормами, каждая сторона квадратного знака не должна превышать 40 и 50 сантиметров. Если знак имеет круглую форму, то диаметр не должен быть меньше указанных размеров. Подобные знаки уменьшенных размеров возможно устанавливать в центральных районах города, в зонах исторической застройки, то есть в нескоростных участках автодорог, что позволяет им, во-первых, хорошо вписываться в окружающую городскую среду и также не заграждивать обзор пешеходам и водителям. Некоторые дорожные знаки на улицах нашего города плохо видны в ночное и вечернее время. Для того, чтобы удостовериться в нужной силе света знака, инспекторы ГИБДД проводят плановые мероприятия с помощью специального прибора – ретро-рефлектометра. Ретро-рефлектометр – это портативный инструмент, используемый для проверок и контроля качества на месте срезовозвращающих характеристик дорожных знаков. Работа данного прибора основана на геометрии точечной апературы, что сравнимо с лабораторными измерениями, реальными условиями дорожного движения и позволяет определить неправильное применение материала. Ретро-рефлектометр измеряет коэффициент этого возвращения. Этот параметр представляет собой силу света от дорожного знака, видимого водителем транспортного средства при освещении фарми. То есть, другими словами, мы можем проверить, насколько дорожный знак виден в условиях темного времени суток и соответствует требованию безопасности дорожного движения. Новые уменьшенные дорожные знаки обладают необходимой силой света возвращения. В Рязани их установят в спальных районах и промышленных зонах, где разрешенная скорость не превышает 60 км в час. Семен Иванов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».